Выпадение волос из-за резкого снижения веса. Физические упражнения могут оказывать положительное или отрицательное влияние на выпадение волос в зависимости от нескольких факторов, включая тип упражнений, интенсивность, продолжительность упражнений и общее состояние здоровья человека. Положительное влияние физических упражнений. Физические упражнения могут оказывать положительное влияние на выпадение волос несколькими способами. Во-первых, физические упражнения могут повысить уровень тестостерона, который играет большую роль в росте волос. Во-вторых, физические упражнения могут улучшить кровообращение, что может способствовать доставке питательных веществ к волосяным фолликулам. В-третьих, физические упражнения могут уменьшить стресс, который может привести к выпадению волос. Исследования показали, что регулярные физические упражнения могут помочь уменьшить выпадение волос у мужчин и женщин. Одно исследование показало, что мужчины, которые занимаются аэробными упражнениями по 30 минут в день, 5 дней в неделю, в течение 12 недель потеряли на 20% меньше волос, чем мужчины, которые не занимались физическими упражнениями. Другое исследование показало, что женщины, которые занимались силовыми тренировками по 30 минут в день, 3 раза в неделю, в течение 12 недель потеряли на 15% меньше волос, чем те женщины, которые не занимались физическими упражнениями. Тем не менее, на своих подробных консультациях я обратил внимание на выпадение волос из-за резкого снижения веса. Я начал анализировать, читать различные статьи и оказалось вот что. В некоторых случаях физические упражнения могут оказывать отрицательное влияние на выпадение волос. Это может произойти по нескольким причинам, которые мы сейчас и разберем. Первое это снижение уровня тестостерона, которое может привести к потере волос у мужчин. Вы спросите, так ведь спорт наоборот же повышает уровень тестостерона, как так? Что ж, давайте разбираться. И вот несколько причин. Когда тестостерон при физических нагрузках может снижаться? Первое. Исследования показали, что интенсивные и слишком длительные физические упражнения могут привести к повышению уровня кортизола. Что, в свою очередь, может привести к снижению уровня тестостерона и повышению дигидротестостерона, ДГТ, с которым мы все в основном боремся. Что же такое кортизол? Кортизол это стероидный гормон. Он играет важную роль в ответе организма на стресс. А точнее, кортизол помогает организму справиться со стрессом, повышая уровень сахара в крови, уменьшая воспаление и подавляя иммунную систему. Второй момент. Протеин. Тестостерон вырабатывается из белка. Если вы не получаете достаточно белка в своем рационе, это может привести к снижению уровня тестостерона. И, как показывает исследование, мужчины, которые не получают достаточно белка, имеют более низкий уровень тестостерона, чем мужчины, которые получают достаточное количество белка. Также давайте не будем забывать, что волосы также состоят из белка. Но к этому я вернусь чуть-чуть позже. Третий момент. Сон. Сон жизненно необходим для выработки тестостерона. И тут снова данные показывают, что мужчины, которые не спят достаточно, имеют более низкий уровень тестостерона, чем мужчины, которые спят достаточно. Пусть вы и ходите в тренажерный зал хоть каждый день, но если вы при этом работаете в ночную, то будьте готовы, что уровень вашего тестостерона может снижаться. Не стоит забывать и о четвертом моменте. Это возраст. Уровень тестостерона естественным образом снижается с возраста. Мужчины старше 60 лет имеют более низкий уровень тестостерона, чем, например, мужчины моложе 30 лет. Существенно. Потому и подход к тренировкам, питанию и восстановлению после тренировок должен быть иным, чем для парней 20+. Пятый момент. Медикаменты. Некоторые лекарства на самом деле также могут влиять на уровень тестостерона. Чаще всего это касается антидепрессантов. Они также могут снижать уровень тестостерона. Ну и вот несколько советов, которые помогут вам повысить уровень тестостерона с помощью физических упражнений и сжигания веса. Во-первых, регулярно выполняйте физические упражнения. Рекомендуется заниматься аэробными упражнениями не менее 30 минут в день, 5 дней в неделю. Также рекомендуется выполнять и силовые тренировки не менее 2 раз в неделю. При этом следите за своим питанием, убедитесь, что вы получаете достаточное количество белка, чтобы поддерживать мышцы. Также важно избегать переедания и употребления слишком большого количества обработанных продуктов. Спите достаточно, ведь сон очень необходим для выработки тестостерона. И рекомендуется спать не менее 7-8 часов в сутки. Что же еще? Резкое снижение веса может привести к дефициту питательных веществ, необходимых для роста волос. Волос белок, как мы уже узнали выше, если вы не получаете достаточное белка в своем рационе, это может привести к снижению уровня тестостерона со всеми вытекающими последствиями. Но вот еще что. Наши волосы также состоят из белка, поэтому важно получать достаточное количество белка в своем рационе. Дефицит белка может привести к ослаблению волос и их выпадению. Кроме того, волосы также нуждаются в других питательных веществах для роста, включая железо, цинк, витамины А, В, С и Е. Дефицит этих питательных веществ также может привести к потере волос. В-третьих, резкое снижение веса может привести к стрессу. Выше я уже озвучил взаимосвязь кортизола и уровня тестостерона, который влияет на наши волосы. Но стресс может привести к выпадению волос и по причине телогенового выпадения волос. Телогеновое выпадение волос – это естественный процесс, при котором волосы переходят из фазы роста в фазу покоя. Однако стресс может ускорить этот процесс, что приведет к выпадению большего количества волос, чем обычно. И вот несколько советов, которые могут помочь предотвратить потерю волос при резком снижении веса. Снижайте вес постепенно, чтобы дать организму время адаптироваться. Убедитесь, что вы получаете достаточное количество питательных веществ, необходимых для роста волос. Ну и старайтесь управлять стрессом, как бы сложно это ни было, особенно в современных условиях нашего мира, как на вулкане. И вот несколько советов, которые помогут вам снизить риск выпадения волос при физических упражнениях. Начинайте медленно и постепенно увеличивайте интенсивность и продолжительность упражнений. Делайте перерывы в упражнениях, чтобы успеть восстановиться. Следите за своим питанием и убедитесь, что вы получаете достаточное количество питательных веществ, необходимых для роста волос. Если вы заметили, что у вас выпадают волосы, прекратите или хотя бы приостановите ваши физические упражнения. Обратитесь к тренеру, возможно он разбирается в этом, к врачу или дерматологу. Помните о том, что ваше здоровье имеет первостепенное значение. Затем ваши мышцы, волосы и так далее. Да, и помните о том, что оригинальное интервью на оригинальном языке с докторами выходит на англоязычном канале. Доктора просят, чтобы интервью были на том языке, на котором мы разговариваем. Для тех, кто не разговаривает на английском языке, это не проблема, потому что даже в том же Яндекс.Браузере есть функция перевода видео на русский язык. Там и вы найдете очень много полезного, того, чего нет нигде.